МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ярославль". Горожане вышли на митинг против пенсионной реформы. Работай на работе за похлебку и после этого умри. Когда нам говорят о том, что нет в стране денег, врут. В стране денег, как у дурака Махорки. Если в стране денег нет, какого хрена, извините за выражение, сегодня предприятия все практически работают в одну смену. Почему сегодня у нас биржи труда существуют? Почему, покупая от иголки самолетов из-за рубежа, мы сами ничего не производим? Решение о повышении пенсионного возраста, принятое без референдума, без широкого общественного обсуждения не нравятся людям, которые собрались на этот митинг. Их заставляют работать дольше, но достойной работы для них в городе нет. Главный основной путь сегодня улица. Протест, протест и протест. Вы с этим согласны? Да! Мы с вами дальше будем эту борьбу продолжать против подлой власти? Да! Сегодня мы должны просто стать плечом к плечу, запустить удела и сказать нет. Нет геноциду народа, нет пенсионной реформы, нет этой власти ютаевской. Победа будет за нами! Победа будет за нами! Кроме митинга и новозаконного способа донести до властей свою точку зрения у этих людей нет. Развал и либерализация 90-х уничтожили их рабочие места. Цифровая экономика и новые технологии добирают последнее, что еще оставалось в свободном доступе. Многие на собственном опыте испытали, что такое найти работу в 50+. И у них просто нет сил дожить в нищете и без работы до эфемерного светлого будущего. Эта женщина потеряла работу в 45. Она просит не показывать лицо. Ей стыдно, что она безработная. Историк, специалист по психологии, имеет право преподавать в ВУЗе без работы уже 4 года. Неоднократно пыталась устроиться не по профилю. Взять замечательный интернет Авито. Позавчера я смотрела, было 6 тысяч с чем-то резюме и 2 с чем-то вакансии тысячи. В сравнении 6,2. И опять же, если отследить объявления, можно заметить, что порядка 10-20 только из двух-то тысяч будет, где написано устройство официальное по ТК РФ. Если не написано, значит, это опять какие-то странные люди, кого-то набирают, может быть, и не доплатят, но прибор там знает что. Прими, подай, поди, продай. Это то немногое, на что могут претендовать возрастные кандидаты. У меня стажа 27 лет. Во что? В кого квалифицировать себя по новой? Ну, допустим, условно говоря, идти работать троллейбусным шофером. Кстати, у меня водительское удостоверение. Кто ж меня возьмет? Нет. Пойти на курсы парикмахеров. Сколько у нас парикмахеров, и все уже сделали карьеру. Нереально влезть в мейнстрим даже уборщиц, потому что там какая-то своя мафия, и как бы кто дешевле, тот и берется. А брать как бы нормального взрослого человека, который... Нет. Нет. Вот не поверите. Нет. Формально, по цифрам, безработица в Ярославской области уже несколько лет не растет. Но это лукавая статистика. Население стареет, и тех, кто может полноценно трудиться, становится все меньше и меньше. А количество рабочих мест не увеличивается. В этом году сложилась ситуация, когда у нас в центрах занятости даже вакансий больше, чем зарегистрированных безработных. Те вакансии, которые предлагаются на сегодняшний момент в центрах занятости, это и по Ярославле, и по области, они не соответствуют тому уровню зарплат, который все-таки ожидают потенциальные претенденты на эти рабочие места. Уровень заработной платы около 15 тысяч, на который могут претендовать возрастные кандидаты Ярославля, едва покрывает расходы на коммуналку. А если еще дорога, это уже совсем мартышкин труд получается. Как сейчас выживаете? Разовые заработки какие-то? Разовые какие-то копеечные заработки. Вся в долгах. Не обошлось, конечно, без кредитной истории. Вот с сегодняшнего дня работают коллекторы у меня. Какую-то перспективу для себя видеть? Как из этой ситуации выручить? Как из нее выйти? Пока только какие-то меленькие подработки. Произвести мелкий ремонт там, ну, рамок, фото рамок, допустим. Вот, знакомая брала меня, я ей украсила два там, да, два или три, что ли, подъезда. Ни на что не рассчитываю, и уж тем более не рассчитываю, куда-то устроиться официально. Попытка найти работу через государственную службу занятости ни к чему не привела. Инспектор искала и сразу нашла в трудовой книжке ошибки, сделанные бог весть, когда и кем. Поправить их уже нереально. От ООО, которые их сделали, давно след простыл. И это типичная ситуация. Не нашли каких-то двух запятых у меня в моей трудовой книжке и как бы завернули. Им невыгодно, чтобы у них было много людей, поэтому они выискивают всякие вот именно запятые, закорючки, чтобы только человека не оставить, чтобы ему только не платить. Вот мне выдали вот этот листок с этими профессиями смешными и, ну, как бы отправили вот в свободное плавание. В службе занятости это формалистика, там вам выдали листок, куда надо сходить, вот. Еще не факт, короче, что вы там застанете кого-то, да, кто написан в этом листке. И далеко не факт, что вас там примут с распростертыми объятиями. По рабочим специальностям тут я согласен, там проще найти работу. Да и то, те, которые вот по рабочим специальностям, да, как бы занимаются тоже поиском работы, и то говорили, что трудновато. После увольнения с предыдущего места работы Евгений искал новую в 16 месяцев. Сейчас работает с бытовой организацией. Заработная плата зависит от объема продаж. Все размещают резюме, но кому-то откликаются, кому-то не откликаются на резюме. Вообще в нашем вот возрасте, да, вот, например, в моем, это тоже не помогает. Потому что если больше 45 лет человеку, даже сейчас уже на данный момент, если больше 40, пока, как правило, отклики очень редкие, очень редкие. И люди делают ошибку, и я вот, например, эту ошибку сделал. Я, короче, сам звонил по объявлениям, да, вот, ну, в смысле, которые там тоже работодатели размещают, там же предложения на том же Headhunter вывешиваются, да, и ездил, короче говоря. Просто рекомендую тем, кто попал там, да, в такую ситуацию, стал безработным, этого не делать. Не надо этого делать, не надо проезжать свои деньги, бессмысленно. Вот именно когда сам работодатель заинтересован вас, и когда он вам сам через отдел кадров позвонил и пригласил на собеседование, вот тогда поезжайте. Найти работу можно или через своих, или через забытое по блату. Евгению повезло, ему позвонили, но доход от работы, которую он сумел получить, составляет менее 50% от того, что было раньше. На кухонном столе у Евгения лежит газета. В ней текст обращения Путина по пенсионной реформе. Обступился за тех и высказал свою позицию, обоснованную позицию, что да, надо вот, по моему мнению, не так. При этом в своем интервью Путин признает, что вот, например, в 2005 году на одной из прямой линий я прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет. Потом он мотивирует это тем, почему от этого надо отказаться. Это уже вызвало рост протестных настроений по всей стране. Перегнули палку? Власть перегнула палку? Я думаю, что да. Нужно было вводить изменения постепенно, убежден Евгений, а не рубить с плеча даже с президентским дисконтом для женщин. Ну, конечно, это вот отрезали вот так. Люди сразу посчитали, короче, сколько продолжительность жизни в регионе. Он один из, вернее, лидер одного из здешних профсоюзов, когда это только началось, да, он сразу выяснил в статистике, сколько у нас продолжительность жизни мужчины составляет в Ярославской области. По его данным, которые ему там привели, вот, он мне сказал, что 64 года. Евгению сейчас 50, и он согласен с теми, кто считает, что авторы пенсионной реформы пошли против правил негласного общественного договора, который сложился в стране еще во времена СССР. Слабых и стариков не трогать. Я просто вот сам по себе, я не хочу работать до 65 лет. Просто не хочу и все. Вот сам лично я не хочу. Несмотря на то, какая там будет пенсия. Мои родители уходили на пенсию в 60 лет. Отец мой, он был бригадиром строителей, да, ну, правда, в другой стране жил, в Советском Союзе. А я не хочу. Я хочу, чтобы было так, как раньше. Чтобы у меня была какая-то свобода, и в том числе эта свобода была совмещена и с достойной пенсией. Если у меня будет к 60 годам достойная пенсия, я сам выберу, надо мне работать после 60 лет или нет. А как бы говорить мне, что мы за тебя решили, и ты пойдешь на пенсию в 65, это, ребята, простите. Я, в общем-то, действительно, честно, 4 года пыталась найти работу наемного специалиста. Я квалифицированный специалист именно в области управления персоналом. Но для меня сегодня практически все двери оказались закрытыми. Еще раз говорю, мне либо говорят, что слишком высокая квалификация вам здесь будет неинтересна, либо вы были сами себе директор, ну, извините. Светлана была владелицей одного из крупнейших кадровых агентств Ярославля. Несколько лет назад агентство пришлось закрыть. Спрос на профессионалов высокого уровня в Ярославле упал почти до нуля. Раньше это были те самые кандидаты зрелого возраста. Что сейчас представляет из себя рынок труда в городе для возрастных кандидатов, Светлана знает не понаслышке. Конечно, да, можно сказать, что полно работы. Полно работы. Низкооплачиваемые, низкоквалифицированные. Продавцы в магазин. Но я не для того училась, чтобы быть продавцом или кассиршей в магазине. Вот вы знаете, сегодня даже работу дворника хорошо оплачиваемую, с трудом найти. Еще это место поискать и, может быть, даже заплатить. Потому что сегодня даже эти места, в общем-то, ну, если там хорошая зарплата дворника, они нищенские какие-нибудь там 5 тысяч, да, это сложно найти. То же так же и охранник с более-менее приличной зарплатой хотя бы тысяч двадцать ее еще поискать. Тысяч восемь, тысяч девять сутками сидеть, да, это вы найдете, не вопрос. Экономика высушена. Промышленность стоит наглухо от слова «совсем», рассказывает Светлана. Для мужчин 45 плюс найти работу по специальности почти невозможно. Для женщин в этом возрасте все еще хуже. Для тех, кто старше, перспективы практически нет вообще. Ярославль – это огромный промышленный центр. Если на шинном заводе, вот еще там, сколько, лет десять назад, наверное, тысяч восемь было, сегодня тысяча, на моторном ярославском заводе меньше десяти тысяч, а было 20, а когда-то было 40 тысяч, понимаете? Закрылась табачная паблика, ликерка, макомольный завод. У нас постоянно только что все закрывается, понимаете? У нас, где новые-то заводы, да? У нас построили японские предприятия, это фармпредприятия. Это современные предприятия, они, как правило, автоматизированы, 150 человек. А куда остальным-то деваться? Вот они – сборочные производства современных зарубежных концернов Ярославля. Автоматика и минимум рабочих мест. Западникам выгодно размещать их в России, потому что дешевые и высококвалифицированные специалисты здесь в избытке. А вот это – бывшие советские предприятия. Красный Перекоп, комбинат технических тканей. А это Холодмаш, все в аренду и на продажу. А вот это – останки первого в СССР завода синтетического каучка. Кто помнит, это была та самая кузница кадров, которые сейчас никому не нужны. Что отличает профессионала от непрофессионала? Прежде всего, независимая точка зрения – суждение, основанное на опыте и знании. А сегодня, к сожалению, вот именно независимая точка зрения и суждение мало кого интересует. Мы возвращаемся опять к тому, что у нас приоритет в лояльности отдается. То есть, в принципе, человек труда, как таковой, сегодня перестал существовать. Заработать сегодня честным трудом на достойную жизнь невозможно. Мы просили сотрудников Департамента занятости, чиновников, которые отвечают в областном правительстве за связи с прессой, встретиться с нами и рассказать о том, что реально из себя представляет рынок труда в Ярославской области. Каковы реальные цифры безработицы? Какие существуют программы переквалификаций для людей старшего возраста, потерявших работу? Однако они не нашли времени для того, чтобы сделать это. Программы, они, безусловно, существуют, но основной нацел всей этой самой переподготовки, лиц 50-55-60 лет, то есть она направлена на то, чтобы из них подготовить предпринимателей, чтобы люди, чтобы в этом возрасте начали каким-то образом заниматься бизнесом. Но в этом возрасте заниматься бизнесом, собственно говоря, не особо возможно. Эффективности от тех средств, которые тратятся именно на переподготовку, особо я не вижу. То есть и самое главное, после этой переподготовки нет трудоустройства. То есть человека переподготовили, бюджетные деньги потратили, собственно говоря, а где он будет работать, никого не интересует. Гаврилов-Ям – моногород в Ярославской области. Эти кадры мы снимали два года назад. Этот огромный металлический сарай – технопарк, построенный на государственные деньги. Здесь должны были получить работу сотни жителей Гаврилов-Ям. Два года назад женщина-сторож выращивала тут петрушку и лук для пропитания. А вот так этот сарай-технопарк выглядит сейчас. Теперь тут даже петрушки нет, зато вместо нее хорошо растет морг. В Ярославской области было построено два таких технопарка – в Гаврилов-Яме и в Тутаеве. Миллиард рублей бюджетных денег, которые там было вложено, да, то есть оно было закопано в землю. Освоили, отчитались? – Отчитались, да, то есть и на этом все. По Тутаеву картина чуть получше, но опять же, я вспоминаю разговоры, когда только технопарк этот планировал создать. Говорилось о том, что будет вложено туда порядка полутора миллиардов рублей, будут созданы 1700 рабочих мест в Тутаеве. И строились радужные перспективы о том, что через 6 лет все вложения, которые бюджетные были в этот технопарк, они окупятся. На сегодняшний момент мы имеем вложенные деньги, безусловно, бюджетные, да. Имеем порядка 250-300 рабочих мест. Это Тутаев. Здесь тоже проходит сбор подписей против пенсионной реформы. Для многих семей в Ярославской области пенсия, особенно на селе, это единственный стабильный доход. Это Артем, это Данил. Пока не говорят, кем мечтают быть. Ну, говорят программистами, но не знаю. 11 и 10. 11 и 10, да? Понятно. Потому что они у меня пятый год. Пенсионер Татьяна Колесниченко из деревни Климовская в одиночку воспитывает двух внуков. Так сложилось жить, что она единственный близкий человек для этих мальчишек. Семья живет на пенсию и на небольшое пособие, которое получают от органов опеки. А сколько у вас из пенсии уходит на дрова? Вся пенсия. Вся пенсия? За месяц полностью. Потому что дом как бы старый, топить приходится много. Три трактора, ну, я их одна и перекалываю, все три трактора. От дома до ближайшей школы несколько километров пешком. Зимой снега на метр наметает. Надо делать дорогу. Весной у нас не проезжие и не прохожие. Особенно там вот около лесничества. Там машины даже садятся. А у нас дети ходят в школу. Но весной у нас ни на чем. Ни скорой, ни пожарки случись чего, совсем ничего. Власти не спешат делать дорогу. И пенсионерка вынуждена из своей пенсии нанимать частника, чтобы возил детей зимой в школу. Житель соседнего села Некрасовское, бывший шахтер-пенсионер Сергей Баженов, тоже, как может, помогает своим детям из скудной пенсии. Почему? В Китае, наоборот, уменьшают. А у нас повышают. Народ-то у нас и так нищий, и так нищий. И мрет. Нищий народ мрет. А его еще заставляют, как крепостного, работать за смерть. Сергея 58, и он даже не пытается искать работу, потому что ее нет. Из вашего окружения, вот мужики вашего возраста, многие уже в мир иное ушли? Ой, много, уже много. Моего поколения уже много. На каком возрасте люди уходили? Когда почувствовали, что круг вокруг вас редеет? Да где-то, знаете, сейчас даже могу сказать точно, вот даже вот здесь, когда завод еще работал, наш, Некрасовский, ребята, которые работали в Литейке, я вот их даже по пальцам могу уже всех перечислить. Ну, сразу же, как только выходят на пенсию, раз, сразу же на кладбище. Ну, год, два, три от силы. Это, получается, возраст 50-55 лет. Из 10 пальцев на руках Сергей загнул 5. Вот она, реальная статистика продолжительности жизни. Во время разговора Сергею принесли платежку за жилищно-коммунальные услуги. Он отлично знает, на что уйдет большая часть его пенсии. Полпенсии отдал, а дальше живи как хочешь. Все чудненько, все прелестненько. Спасибо Вове Путину с этим, с Медведевым вместе. Вот такое спасибо. В принципе, хрен с ним, я старый, мне все равно. Люди, в общем-то, поняли, что их дурят. Люди поняли, что им грозит впереди. И сегодня вот все процессы, которые происходят и в Ярославской области, и за пределами Ярославской области, они происходят под влиянием того, что сотворила власть. Академики Российской академии наук посчитали, только за минувшие 5-6 лет легальная безработица в стране выросла с 6 до почти 9%. В перспективе рост безработицы пожилых ускорится в несколько раз. В том числе и скрытый. И никакая уголовка не остановит капиталистов от увольнения токсичных предпенсионных активов. Вопрос, а зачем все это нужно было затевать, и кому теперь на Руси жить стало лучше? Субтитры создавал DimaTorzok